Это такое вступление к работе Дэвида Хиггса, который впервые приехал в Таллин, в Эстонию. Он хорошо известный в сфере независимого образования в Соединенных Штатах Америки. Он работал руководителем школ в Техасе, в Нью-Гемшире, и написал книгу «Нормы и благородства» трактата «Воспитание», и написал о возрождении классического образования в Соединенных Штатах. Он также является руководителем совета нескольких школ в Европе и в Соединенных Штатах, и он является соучредителем новой частной школы ТАСИС, то есть это американская школа в Португалии, в Синдре. И живет он сегодня на ранчо в Монтане и помогает строить православный монастырь. Пожалуйста, Дэвид, если я что-то упустила, пожалуйста, прошу добавить. Спасибо. Спасибо. Доброе утро. Я хотел бы начать с молитвы. Пусть истина в том, что я говорю, укрепит веру, надежду и любовь тех, кто это слышит, и пусть ошибка попадет на глухие уши и будет прощена. Меня попросили высказать свои мысли о том, как мы можем воспитывать и обучать наших детей, чтобы они противостояли дегуманизирующему влиянию нашего светского мира. Я хотел бы сказать несколько слов о светском миропорядке и о том, как он формирует нашу жизнь. А также из уважения к нехристианам моей аудитории. Я надеюсь, что мои слова дадут вам пищу для размышлений и лучшее понимание того, что думают и чувствуют ваши соседи-христиане. Святой Порфирий, греческий монах и священник, умерший в 1991 году, прямо сказал, что главный факт человеческого существования заключается не в том, что все люди умирают, а в том, что, будучи зачатыми и родившись, их души, сущности их самих и их православленные тела будут жить вечно. Это то, во что должны верить все христиане. Даже если это не проявляется в их личном поведении и принятии решений, это то, что должно определять их взгляд на жизнь, особенно на ее краткое начало на земле. Это то, что значит быть человеком. С другой стороны, Фрэнсис Крик, лауреат Нобелевской премии, генетик, умерший в 2004 году, с такой же откровенностью писал, «Вы, ваши радости и печали, ваши воспоминания и амбиции, ваши чувства личной идентичности и свобода воли, на самом деле не более, чем поведение огромной совокупности нервных клеток и связанных с ними молекул. Кто вы есть? Ничто иное, как набор нейронов». Таков проявленный образ реальности, который почти все современные ученые и философы принимают и предполагают в своей работе, если не в том, как они живут, или думают о своих детях, или рассматривают свою собственную мораль. Мне кажется, что большинство людей проживает свою жизнь, не принимая всерьез ни одно из этих удивительных и тревожных утверждений. Нам становится не по себе, когда мы сталкиваемся с ними, как это иногда случается, особенно если мы ищем хорошую якорную стоянку в шторме современной жизни. Проще просто поднять паруса и сосредоточиться на том, чтобы оставаться на плоту и позволить ветрам перемен нести нас туда, куда они пожелают. Был ли Сократ прав? Действительно ли жизнь без размышлений не стоит того, чтобы жить? Мне кажется, что большинство моих соседей либо не согласятся, либо не поймут, о чем он говорит. Они слишком заняты тем, что пытаются заработать на жизнь, оплачивают счета, ищут любой, воспитывают своих детей и проводят большую часть своего бодрствования в поисках той или иной формы цифровых или живых развлечений и выжимают из жизни как можно больше комфорта и удовольствия, насколько могут. Тем не менее, мир, в котором мы живем, сделал свой выбор и пошел на поводу Укрика. Любое предположение о том, что мы нечто большее, чем набор нейронов, не имеет под собой никакой научной основы, и наша реальность представляет собой только горизонтальную ось. Нет ни вертикали, ни небес, ни Бога, ни теофаний. Только земля, материальное царство и время. Время — это горизонт, за которым мы не можем видеть. И законы, управляющие материальным царством в пределах времени, это законы, которые управляют всем, включая Бога, если бы Он существовал. Под всеми красивыми разговорами о правах, справедливости и равенстве кроется вера в светского мира. И если мы принимаем его материалистические предпосылки и редукционистские методы, мы должны признать, что человек — это всего лишь машина. Он состоит исключительно из материальных частей. И все, что теперь переписывается нематериальным чувствам, его стремление к блаженству, его поиск смысла, указания свыше, его надежды и страхи, его нравственное чувство, его жажда справедливости и праведности, его стыд и вина, его убеждение и любовь, все это в конечном итоге найдут свои первопричины в материи. Не существует никаких тайн, кроме тех, которые ждут, чтобы их разгадала наука и задала правильный алгоритм. Свобода окажется иллюзией. Разум будет сводиться к мозгу, а религия — не более, чем суевирие. Как только первопричина будет обнаружена и изолирована, ее можно будет проанализировать и исправить. В конце концов, будет создана диагностическая карта, решение, подобное Криспер, и счастливое киберподобное будущее обеспечено. А до тех пор нам придется довольствоваться нашими воображаемыми «я», как воспроизводящими, создающими мифы машинами, которые часто ломаются и, в конце концов, изнашиваются. Без Бога и повелевающих истин небес человек теперь свободен жить за пределами добра и зла и писать иконы самого себя, без правил и ограничений, кроме тех, которые налагает его собственное воображение. Теперь это может звучать довольно хорошо, как будто воображаемое «я» — это табула раса. Однако существует ряд предположений, которые сопровождаются условностями и накладывают строгие ограничения на наше воображаемое «я». Эти «я», в конце концов, предполагаются автономными, материалистическими, атеистическими, гедонистическими и нигилистическими, хотя эти термины используются редко. Если вообще используются, и мы можем даже отрицать, что они применимы к нам, они маскируются менее острыми формулировками, такими как эмпирические, научные, скептические, недогматические, непредубежденные, реалистичные, просвещенные, рациональные, небоящиеся и свободные. Эти предположения являются новыми нормами светского миропорядка, гордо заявляющими о том, что они постчеловеческие. Они все больше утверждаются в наших законах и политическими институтами, в наших культурных развлечениях и университетах, а также в нашей медицинской и терапевтической практике. Им учат наших детей либо скрыто в культуре, или открыто в школах. И если мы будем честны, то признаем, что выбираем некоторые описательные предположения воображаемого «я», а не требовательные, предписывающие нормы кого-то с убеждениями святого Порфирия. Итак, что же это за предположения, формирующие наше воображаемое «я» в секулярную постчеловеческую эпоху? Я вам о них расскажу. Материя – это все, что есть, и все может, или в конечном итоге будет объяснено с точки зрения материальных причин. Нет Бога или священного порядка, нет неба, только земля. И нет смысла или цели в жизни, кроме того, что создают наши автономные воображаемые «я». Картезианское сознание, а не Бог, является источником бытия. Я думаю, поэтому я есть. Тело – это начало и конец жизни, кусок материи, как автомобиль, управляемый мозгом, который является источником и субстанцией разума, создателя воображаемого «я». Если машина разбивается, водитель умирает. Тем временем водитель приспосабливает машину так, как диктуют ему его чувства и желания. Не существует трансцендентного предписанного правила жизни или кодекса поведения, кроме того, что воображаемое «я» само по себе или в сочетании с другими предписывает и приводит в исполнение. Главной ролью или целью разума является сохранение и здоровье, комфорт и долголетие тела, от которого он зависит. Любая боль, дискомфорт или лишение, которые не ведут к здоровью и исцелению тела – это плохо, и этого следует избегать. Аскетизм – это глупость. Воля к власти дополняет и продвигает каждую цель воображаемого себя. Воображаемое «я» по Фрейду сексуально определено и одержимо. Воображаемое «я», как утверждал Фрейдист Филипп Риф, находится в внутреннем поиске личного психологического счастья, а терапевт является ее проводником. И, наконец, воображаемое «я» находит смысл своей жизни, выражая свои чувства и желания. Важно понимать, что эти часто невысказанные или непризнанные убеждения о воображаемом «я» влияют не только на отдельных людей. Хотя это правда, что многие проблемы, с которыми люди сталкиваются в современном мире, могут быть объяснены или поняты в терминах этих убеждений. Их влияние ни в коем случае не ограничивается только благополучием отдельных людей. В конце концов, это те люди, которые перестраивают наш мир по образу и подобию своих воображаемых «я». Они переписывают историю, переосмысливают образование, заменяют мужское и женское начало множеством гендеров, переосмысливают искусство и музыку, а также переопределяют ключевые слова, чтобы отразить их критические теории, перестраивают такие базовые институты, как семья и церковь, заменяя почву земли химическими соединениями, перестраивая растения и человеческие тела, заново представляют себе будущее и, короче говоря, реконструируют культуру. Поэтому сейчас это и означает секулярный мир. Поэтому нужно спросить себя, как мы можем противостоять этому влиянию нашего светского мира и вырастить и воспитывать наших детей, чтобы они приняли убеждения, противостоящие верованиям нашей постхристианской эпохи. Это нелегкая задача, поскольку мы боремся за кислород в горящем доме. Еще раз повторю. мы боремся за кислород в доме, который объят пламенем. Как человек, который провел свою жизнь в школах и в компании детей, и тех, кто их учит, у меня есть несколько мыслей на эту тему. Но, пожалуйста, примите их просто как предложения, призванные спровоцировать мысль, но не обязательно согласие. Я постараюсь изложить эти идеи как можно лаконично, насколько это возможно, признавая при этом, что я лишь нащупываю поверхность каждой из них. Первое взято из Гавридского и Темплтонского посланий Солженицына. Как люди мы созданы по образу и подобию Божьему. Без Бога и вертикальной оси мы перестаем быть людьми и в основе своей относимся к детям как к машинам, программируя их. Чтобы противостоять этой дегуманизирующей тенденции, самое важное, чего мы можем их научить, это все библейское повествование, которое должно преподаваться как история любви от сотворения до воплощения, захватывающая таинственная история о том, как Бог добивается расположения человека. Как пишет Святой Иоанн в своем послании, не так уж много можно узнать о том, как мы люди любим, но, пожалуй, больше можно узнать о том, как мы не умеем любить правильно. Именно любовь Бога к нам учит нас не только тому, что такое любовь, но самое главное, тому, что мы любимы. Это самый важный урок, который мы можем преподать ребенку, что он или она любимы Богом, что Божья любовь, как и всякая истинная и честная любовь, предъявляет к нам требования, и что наше истинное и прочное счастье приходит от того, что мы любим его в ответ. Несколько лет назад я был председателем школы с двумя тысячами учеников в городе Монтерерри. в Мексике. В этой школе существовала традиция, согласно которой учителя стояли за дверями своих классов за 15 минут до начала учебного дня, и они просто приветствовали каждого ребенка и говорили, как рады их видеть. Это всегда поражало меня как глубокий человеческий ритуал, как теофания, видение любви Агапе, принесение небес на землю. В то же время в моей стране против учителя может быть возбуждено уголовное дело за то, что он просто прикоснется к ребенку. Конечно, цель наших законов предотвратить неуместные прикосновения, но чему светская культура учит детей о том, как люди относятся друг к другу, объявляя прикосновения вне закона и подозревая взлом умысле каждого взрослого. Во-вторых, позвольте мне вернуться к комментарию о программировании. В наши дни школьники, как и в мое время, переходят из класса в класс, и от них требуется все больше и больше, даже, несмотря на то, что, по крайней мере, в моей стране, результаты тестов и уровень грамотности неуклонно снижаются с 1966 года. Что же здесь происходит? Это то, что происходит, когда к людям относятся как к машинам. В отличие от машин, для того, чтобы человек был человеком, меньшее означает часто большее. Этот принцип особенно применим к деньгам, власти, еде, славе и большинству хороших вещей, на которые мы тратим свои часы, бодрствовав не желая получить большее количество. Я из многодетной семьи. 14 детей обучаются на дому на нашей семейной ферме. Они, вероятно, в среднем тратят не более двух часов в день на классную работу. Остальное время они проводят работу на ферме, играя на улице, охотясь на рыбалке, чтению для удовольствия, выпуская новостную газету, занимаются на музыкальных инструментах, пишут иконы, кикут и продают свой хлеб и кексы в семейном киоске, посещая всенощные, вечерние, утренние божественную литургию в соседней церкви, прислуживаются в алтаре, поют в хоре и заботятся друг о друге. Для меня нет более прекрасного зрелища, чем эти дети, бегущие через сенокосное поле, чтобы попасть на вечерню в среду без своих родителей. Хотя я знаю, что их мотивация во многом связана с тем, чтобы освободиться от вечерней работы. Но больше всего я вижу спокойствие и тишину в их жизни, уединенные прогулки и чтение, дневные мечты и созерцательные часы, которых мы избегаем в школах. В своей недавней книге «Фокус» Дэниел Гореман приводит результаты исследования, указывающие на то, что способность концентрации внимания является более надежным предсказателем будущего успеха в жизни, чем IQ. Исследования, которые он предлагает, показывают, что периоды сосредоточенной неподвижности улучшают способность детей быть внимательными, осуществлять самоконтроль, понимать точку зрения другого человека, участвовать в жизни других людей и проявлять эмпатию. Одним словом, быть человеком. Когда я рассказал об этом исследовании своей сестре, которая преподает первоклассной частной школе в Бостоне, она ответила, я рада сообщить, что мой класс свободен от технологий и мы регулярно практикуем неподвижность. С тех пор, как я начала это делать несколько лет назад, баллы моих учеников выросли. Это в определенном госэкзамене. я никогда не преподаю по тестам, и подавляющее большинство моих студентов получают 4 и выше на госэкзамене. Я постепенно убеждаю остальную часть секции последовать этому примеру. Меньше значит больше. Третье. Одна из самых ужасных характеристик современной школы, к счастью, я не нашел этого в Эстонии, это ее уродство, уродство школы. В моей стране большинство школ спроектированы так, как будто красота вообще не существует или не имеет значения. Эти школы похожи на тюрьмы с длинными коридорами и комнатами без окон, с низкими ароповатыми тарталками, флуоресцентным освещением. Зеленение их состоит из-за тротуара. Что? И там нет совершенно деревни, и это все отражает приоритет машин над людьми. У православных христиан, я полагаю, никогда не будет недостатка в этом отношении, потому что наша вера основана на красоте, красоте явления ангела Гавриила, Богородицы, на красоте ангельских хоров, которые сопровождают скромные рождения нашего Спасителя, на красоте сияния преображения, на красоте святого и животворящего Христа, и на красоте славного воскресения Бога человека и победы над смертью. Вся история любви от сотворения к воплощению, вот это то, что имел в виду Достоевский, когда писал, что красота спасет мир. Детей нужно окружать красотой и учить, что красота не просто украшение, и это не то, чем ее представляют себе наши несовершенные я. Она находится в основе нашей человечности, запечатленная образовым подобием Божиим. Отец Джастин Попович писал, образование и обучение есть не что иное, как расширение красоты святости. Конец цитаты. Всякое нападение на красоту, будь то уничтожение естественного мира, созданного Богом или искажение человеческой попытки создать что-то прекрасное, вдохновлено лукавым. Когда я ехал сюда утром, я заметил контраст между советскими зданиями, которые были здесь построены и зданиями, которые были построены после советской власти. Красота имеет, играет роль. как Пунти Пилат, который отвергал идею истины и риторически спросил, что такое истина? Мир цинично спросит или спрашивает, что такое красота? И простой ответ на это указать на святого. Но даже древние, не зная Христа, искали его. Искали красоту. они искали красоту по вертикальной оси, которая достигает небо. Светский человек без Бога, который живет только по горизонту оси с полезностью, эффективностью, рентабельностью, творчеством, как самовыражением, и его теоретизирование обычно начинается с выступления против чего-то. Нет, этот человек не знает ничего о красоте. Красота в нашей церкви резко контрастирует с этими светскими ценностями. Четыре. Школы по необходимости помещают детей в рукотворную среду на два шага удаленного от творения и его творца. С урбанизацией цивилизации дети отрезаются от природы и молчаливо отрезаются от Бога. Уже это одно угрожает началом процесса дегуманизации. Наш интерес ко всему вокруг нас обусловлен материалистическими предположениями. Это начинается рано и подкрепляется нашим образованием, когда мы удалены от естественной среды, окружены гаджетами, управляем часами, развлекают нас видеоэкраны, на которых мы можем взаимодействовать чат-ботами. даже язык детей изменился и отражает уже тот искусственный мир, а не естественный. Каждое новое издание Oxford Junior Dictionary, то есть словарь для молодежи с 2000 года, то есть этот словарь имеется в каждой школе в Америке, этот словарь заменяется у большего количества слов, встречающихся в природе, цапля, плющ, клевер, желудь, ивы и многие другие заменяются терминами, которые распространены в искусственно созданной среде, такие как блок, MP3-плеер, голосовая почта, широкополосный доступ. Нас не должно удивлять, что эти изменения сопровождаются удалением таких христианских терминов, как монах, монахиня, святой, ученик, псалом и крестить. То есть, таких слов уже больше нету в словаре для детей. Для того, чтобы избежать это дегуманизирующее влияние, школы должны окружать себя естественной средой. И даже, когда это невозможно в городских условиях, учебная программа должна регулярно знакомить детей с мерами природы, чтобы они могли наслаждаться красотой мира, впитывать его тишину и восхищаться его изысканными деталями. Это мир, частью которого они должны себя чувствовать. Иначе их детство убедит их в том, что бетон, стекло и окружающие их машины – это их судьба. Как дети, о которых мы читаем, которые заперты в своих бетонных многоквартирных домах, которые думают, что еда попадает к нам из металлических банок и целлофановых оберток. Мне кажется, что педагогика в нашей школе должна начинаться с вопросов, а не фактов. Такое начало будет иметь эффект приглашения учеников в великое хранилище, которым является образование, отдавая дань уважения работе диалектического человеческого разума. Альтернатива подталкивания фактов, теорий, теория помогает противоположному, выключая мысли и вызывая скуку в классе. Как директор школы и всю свою жизнь я наблюдал за сотнями учителей, которые делают свое дело. И если есть одна общая истина, которую я усвоил, это то, что лучшие учителя это те, кто задает самые лучшие вопросы. Вопросы, на которые нет очевидно правильных или неправильных ответов. Вопросы, которые соответствуют возрасту, которые пробуждают любопытство их учеников. Ответы, на которые действительно кажутся важными. Вопросы, которые ведут их все более глубоким вопросам и пониманию. Вопросы, которые связывают знания и ответственность. Несколько лет назад я прочитал интересную статью Washington Post, в которой была попытка отличить кембриджское образование от оксфордского. Автор, несомненно, человек из Оксфорда потерял страницу. Он утверждал, что в обоих университетах студентов поощряли рассматривать вопросы со всех сторон. Но в Оксфордсе нужно было выбрать одну только сторону аспект. Правда это или нет, но это важное значение. Для того, чтобы быть человеком, по-настоящему человеку, мне кажется, это жить в парадоксе. И увидеть нужно все стороны, но выбрать одну. Нас, православных христиан, это не должно удивлять. Нас, постигших тайны нашей веры, избрав веру во Христа как свободный выбор и как выбор полностью исходящий от Бога. Наш светский мир, с другой стороны, возможно, отражает конфликт между католиками и протестантами в Западной Церкви по поводу свободы воли. И, конечно же, как результат ее любви с рационализмом, борьбы с парадоксами и избегания тайны. Он либо принимает теории, которые отказываются рассматривать контрдоказательства, либо во всем сомневается и отвергает понятие истины. И в заключение, такие науки, как математики, они уже много поколений назад использовались, но сегодня времена поменялись. И сегодня эти книги не только дискредитируют ситуацию. Часто эти книги считают, что... И я считаю, что огромные книги сегодня должны пройти три теста. Первая – это книга, которую читают во времени и пространстве, и дает ли она полное глубокое представление о реальности в её горизонтальном и вертикальном измерениях, изображая сокрушённость и красоту людей, которые пытаются жить где-то между землёй и небом. На мой взгляд, продукты нашего светского века – это книги, фильмы, произведения искусства и другие развлечения – часто не выдерживают испытания. И они представляют неполную, не точную картину реальность и положение человека. Человек на исключительно горизонтной равнине – человек без Бога, живущий в неморальной вселенной. Он является машиной, которая живёт в метавселенной воображаемого светского я. великие книги сегодня не только формируют наш взгляд на реальность, но и учат нас тому, как… учат нас этому, как людей. Мы не одиноки, автоматически сотворённые существа. Мы являемся частью древней межрасовой транснациональной семьи, чей жизненный опыт является и нашим опытом. И члены этой семьи могут преподавать нам уроки, которые могут помочь нам жить мудро и богоудобно. Эта мысль возвращает меня к моей первой мысли, что величайшая из наших книг – это история нашей человеческой семьи, то есть Библия, история любви, которую рассказываем я в течение многих веков многими людьми, молочом, отличающимся от нас самих, то есть людьми, которые сомневались, ошибались, надеялись и отчаивались, любили или ненавидели, пытались что-то сделать, искали Бога и убегали от него. Это история, которую мы должны учить наших детей, история больше, чем любая другая, которая поможет им противостоять дегуманизирующему влиянию нашего советского мира. Она научит их тому, что они могут быть людьми, только открыв свое сердце и находясь в отношениях с другими людьми и с Богом. Спасибо. 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 Дэвид, я думаю, вам нужно остаться здесь, чтобы ответить на вопросы. У нас есть время на пару вопросов. Добрый день. Я по-эстански вопросу буду задавать Фреда. Во-первых, хочу поблагодарить за очень интересное выступление. очень приятно было послушать все идеи. И теперь хочу обратиться к тому парадоксу. Это комментарий к выступлению. Мы, к сожалению, должны признать то, что мы чего-то не знаем. И мысль о парадоксе начала развиваться в том направлении, что мы православные знаем о жизни в парадоксе, о католике и лютеране. Они все заключают в теории какие-то и забывают, что это не совсем отражает настоящее. И вот вопрос теперь. Вообще, поскольку христиан настолько мало в мире в целом, а в Эстонии мы очень хорошо видим, как мало христиан в мире, христиан в мире. Но мы можем хорошо знать католиков и православных, так же, как католики и православные не очень хорошо знают православных, но я полагаю, что нам нужно в сегодняшнем мире искать единение. И если мы, христиане, больше сосредоточимся на этом, то, может быть, парадоксами будет легче или спокойнее. Спасибо за Ваш комментарий. Я с Вами согласен. Я не родился, мой отец был евангелистом, я не родился в ортодоксальной семье. И мы жили в такой семье. Я думаю, что самое важное это признать наши общности в Христе, которые именно в той группе, религиозной группе, в которой мы принадлежим, потому что западная церковь может многому получиться православию. И я понимаю, что есть и движение в другую сторону. И я понимаю, почему идет спад, потому что восточной церкви будет такое же будущее, если не будут говорить о проблемах секулярного мира. и если мы не будем видеть, что у нас очень много общего, как у христиан, тогда у нас будет совсем другой постчеловеческий мир. Еще есть вопросы у кого-то? У нас уже очередь здесь, у вас микрофон. Да, спасибо за интересную презентацию. Меня интересует следующее. Меня зовут Як. И общество в США им всего около 300 лет или чуть больше. И мне приятно слышать, что вы из большой семьи. Вот когда вы воспитываете детей, обычно говорят о корнях. И в Эстонии корни имеют очень важную роль. И каждый американец, если мы говорим о корнях, происходит из какой-то другой корни страны. И например, когда воспитывают детей, говорят ли о этих корнях детям или нет? Да, интересный вопрос, который вы можете задать американцу. Есть разделение. В моей жизни было, мнения разделялись постоянно, потому что есть недавний взгляд, что в Америке нужно именно говорить о мультикультурности, об индивидуальных корнях. В американском обществе такого нет. То есть, если эстонец переезжал в США, то они должны были становиться американцами, изучая язык. если вы являетесь американцем, то есть, вы живете в Америке, и также вы отвечаете различными ценностям, которые прописаны в нашей Конституции более 250 лет назад. Я думаю, что вот эти споры идут, я вижу преимущества обеих сторон, но печальная правда в том, что деваты идущие на теоретическом уровне. Мы видим, что многие семьи распадаются, и в основном детей воспитывают родители в одиночке, и очень много переездов по стране. Как вы слышали в моей презентации, мы решили остаться на одном месте, наша семья, мы решили продолжать работать на ферме, мы решили зарабатывать именно деньги, занимаясь столярным искусством. И это решение, которое было принято нашими родственниками. Но если вы спрашиваете о всех американцах, я вам расскажу такую историю. Моя жена подарила мне тест ДНК несколько лет назад, и моя мама из Фрезии, шотландка, а отец англичанин. И это вот откуда я появился. И когда мы получили результаты ДНК, то оказалось, что я на 80% скандинав. И я не знаю ни одного скандинава в своей истории, семьи. Я думаю, что и вот я говорил с несколькими студентами, вчера я говорил с ними о одном святом. И я Марк Серилис, который написал свою книгу, он рассказывал о тех, кто жил на берегах Дуная в Германии. и я спросил, а где жили боги тогда? И никто не смог мне ответить. И боги тоже являются, так сказать, вашими родственниками, дальними родственниками. Они родились здесь, в Балтике. и я сказал, что человек, который, например, в Монтане разводит коров, приезжает сюда и рассказывает вам о ваших корнях, что бог жил здесь. Я думаю, что да, мы должны продолжать быть американцами и должны продолжать отстаивать Америку. есть многие люди, которым нравится Европа, которые живут тоже в своих анклавах или гетто, но храняют свои корни. Но Америка не связана с этим, так сказать. Европа мне очень нравится, мне нравится вот это разделение, но я хочу, чтобы европейцы оставались европейцами, и я не хочу, чтобы Америка становилась Европой. Мне нравится, что вот это разнообразие в мире существует, это самое важное. Извините, что я вот так ответил вам, но это так мои чувства такие. Я, наверное, уже ответил на все вопросы, которые у вас могли бы быть. У меня еще один вопрос. Большое спасибо вам за выступление. Мне очень понравилось ваше понятие любви, красоты, природы и окружающей среды, как целебного средства. Мне понравилась также идея о том, что мы можем, мы, учтения, можем делать, чтобы дети наши видели красоту, потому что в какой-то момент наши дети уйдут из школы, они уйдут из среды, которую мы сделали, создали для них такую красивую окружающую среду. А что делать, чтобы они смогли выжить в нашей сложной жизни. Другой будет выступающий на этой конференции профессор из Сакраменто. Он ответит на вопрос. Я могу сказать следующее. Если вы учитель, и самое лучшее, что вы можете сделать, создать такие модели поведения любви с вашим учеником, какими вы их хотите видеть, потому что вы действительно очень влияете на вашего ученика, так же, как вы, если вы родители, влияете на своих детей. Если вы что-то делаете дома, чтобы праздновать, чтобы подчеркивать красоту у вас дома, например, включите хорошую музыку или посмотрите что-то хорошее. Я, например, не пойду в Музей современного искусства в Нью-Йорке. Мне нравятся некоторые современные художники. Я пытался объяснять, постмодернистской секуризации и так далее, но это не красота, к сожалению, в современном искусстве. Большинство художников сегодня не подчеркивают, не называют красоту. Это не то, где я нахожусь, и это нечеловечно. Я полагаю, ваши ученики должны видеть на вас, как на замечательный пример, потому что учителями это огромное, самое большое влияние на своих учеников в школе. Я ненавижу учитель, у меня был учитель, который был замечательным человеком, то есть он с нами после уроков занимался, футбол играл, он с нами ходил в библиотеку, сидел, и я ходил к нему в библиотеку, чтобы просто рядом побыть. мы с ним много времени проводили. Замечательный был учитель и мой ментор, и он представил меня, вел меня в мир поэзии. Он мне сказал, что каждый стих нужно прочитать три раза. И мы даже вообще не говорили о поэзии, ни о стихе, пока я не прочитал это три раза. И он как раз ввел меня также в мир красоты. сегодня я уже в моем возрасте помню те стихи, которые 30 лет назад я не помню. И далее семья моя, мы знаем, у нас большая очень семья, каждое утро за завтраком мой отец всем нам задавал один стих из Библии, то есть один для всех. И мы должны были их наизусть читать. То есть когда мы приходили на ужин, мы должны были прочитать вот этот стих из Библии. То есть утром задавал, вечером спрашивал. Представляете, в современном мире это очень-очень сложно делать. Но с другой стороны, вот это как бы создавало в наших глазах какую-то структуру. И это было прекрасно. И это конечно помогло мне развивать память. Так что отношение с вашими учениками, любовь к ним. Вот поэтому я говорил о том, что трогать, касаться детей. детей. Но то, что происходит, этого в нашей школе не увидишь. А вот в Мексике замечательная страна, и то, как они с детьми обращаются, просто замечательно. Но у них их культура разрешает такие отношения. Спасибо. Большое спасибо, David. Спасибо.